я очень благодарен богу за каждого из вас то смотрит нас про в эфире начиная от фейсбук это канал youtube на бог тв друзья большое вам спасибо что вы имея возможность не уходите где-то в свою свою заботу а смотрите назидаетесь и если это каким-то образом помогает вам духовно расти при вот наши послания наша схвала и поклонения наши молитвы и вы присоединяетесь к нам в эфире я хочу чтобы вы или желал бы больше так сказать так присоединились писали нам говорили нам мы мы хотели бы с вами просто общаться я благодарен бог за эту возможность и знаете основой для моего в моей проповеди именно базовым местом писания для сегодня с ней послание будет из и кииля 22 глава 30 стих я очень рад что мы все можем наслаждаться весенними нашими днями и как хочется чтобы все изменилось но послушайте я верю что это слово сегодня бог дал мне для каждого региона для каждого человека для каждого верующего кто сегодня в той или менее проблеме коронавируса то скован какими-то серьезными либо не очень серьезными ограничениями да хочу чтобы услышали когда то местописание 22 глава 30 стих искал я у них бога искал я у вас человека который поставил бы стену стал бы предо мною 30 стих и проломе за сию землю чтобы я не погубил ее но не нашел друзья очень серьезное послание очень сегодня серьезное послание которое бог обращается я в первую очередь ко мне и я надеюсь каждому кто смотрит нас в эфире несмотря на продолжительный карантин в одних странах он уже довольно длительное время проходит некоторых только может быть начался пару недель но все-таки несмотря на продление карантина потому что с вчерашнего дня карантин в украине он продлен до 11 мая того что многие уже готовы снять свою маску хотя сегодня многие игнорируют и маски не одевают но у нас как мы знаем в магазинах продуктовых местах где есть больше людей надо одевать маски на улицах нужно одевать маски но вы уже готовы снять маски вы уже готовы позвонить своим друзьям выйти на майские праздники до в парк на пикник и все же друзья все же карантин есть карантин и главное в этом карантине услышать бога я не ошибся действительно в этом карантине важно услышать бога вот где ваше место во время карантина вы спросите что мне делать во время карантина и это послание силиком богат я ищу человека который бы поставил бы стену не стену разделения между людьми между близкими родными между мужем и женой детьми друзьями не стену разделения между верующими людьми а стену и стать в проломе это место твоего карантина когда бог ищет тебя как личность чтобы ты построил стену стал в проломе за вашу землю где бы вы не находились за вашу семью где бы вы не находились и где бы семья бы не находилась за ваших родных и близких возможно вы это не слышали но это послание сегодня каждому из нас бог ищет людей которые посвятят себя в это время для ходатайства терпение для помощи тем кто тяжело переживает эту ситуацию а это может быть вебинары это может быть зум общения это возможно ободрение звонки смс это возле посещение взять пищу посетить стариков сделать что-то и дать им возможность услышать евангелие слова ищет бог ищет как будто так сложно сложно найти что значит ищет бог ищет кого-то если бог везде чего искать но слово искать вот ищет он при как и переведем переводится север как искать стараться бог прилагает даже сам внимание пытается найти человека стремится приобрести человека и я верю что бог давая своего сына в жертву за нас он искал приобрести нас к себе просить бог сегодня просит бог сегодня просит друзья вас стать в проломе он молит быть разыскиванным или исследованным посмотрите бог просит посмотри построить стену как я же сказал не стену разделение а стену там где есть брешь и я думаю я не хочу быть я получил от бога ей или какое-то такое основное я думаю что где-то наша брешь в нашей стене вот верующих людей за то время она проявилась враг смог нанести удар в во многие общины церкви человеческие взаимоотношения сделал прорыв до этот обвал стены и бога я хочу найти тех людей которые станут и построить стену молитвы ходатайство благо благоугодно богу всегда чтобы люди благовествовали говорили евангелие посещали заботы о стариках о детях малых о больных возможно где-то было это брешь что мы подумали что все в порядке процветание благополучие успех слава мы количество и так тому подобное того подобное это то что нас делает вот этой хорошей стеной и мы ошибаемся бог говорит я ищу людей которые станут в эту брешь который сделал враг построить стену сми заимосвязывающих связей между собой кирпичи чтобы бог не поразил землю что странно и печально что он говорит и не нашел я надеюсь что вы будете прислушиваться в этот в это время карантина к тому слову которую бог вам обращается исайя 62 6 мы все знаем это место писания очень хорошо потому что мы любим цитировать особенно те кто любят израиль молится за израиль это написано стенах твоих иерусалим я поставил сторожей которые не будут умолкать не днем не ночью это некая цепочка молитвы ходатайство за людей о вы напоминающие господи не умолкайте не просто молиться за израиль это или за людей а они не умолкают возвышающие о господи они говорят о боге о благодати и милости любви божией что он явил своем сыне дал ему прийти в этот мир дал ему плоть и дал ему искупление назначена его плечи искупление все человечество старые времена возможно и сегодня люди говорят часто когда делают сделку что-то они чувствуют что-то не так произошло или же наши дети иногда нас дайте вот мы чувствую что дети наши подводят да так и мы говорим есть выражение которое мы любим говорить посмотри господь все видит это означает строгость ты попробуй только что-то сделать не так бог видит это послание сегодня к нам мне первую очередь что бог видит и мы это имя бог эль рои бог видящий меня мы уже не используем мы не используем это имя бога абсолютно никогда потому что мы априори понимаем что боксе и всемогущий все видящий все везде присущий то есть присутствует на каждом месте но хочу чтобы мы не забывали нет твари сокровенно пред богом он не только ищет человека потому что взор его направлено на землю он ищет людей которые станут проломе но также он и видит мотивы сердца тех людей которые хотят стать проломе что для чего они хотят это делать еврейский поэт хаим нахмен бялек однажды сказал чтение библии в переводе это как поцелуй вашей невесты сквозь вуаль что он имел ввиду он имел ввиду что нужно изучать писание прилагать к этому из внимание и изучать его и он говорит о том многогранности бога имени его и функциональных имен бога мы говорим бог но есть функциональные имена господа который проявляет его сущность и характер видящий бог эльро и знаете и буквально в смысле этот перевод означает бог который видит меня не только всех он видит меня хотя и знаете когда мы читаем 22 псалом мы говорим господь пастырь мой и вот в этом месте писания как будто можно потеряться эльро и или эльро и означает как будто одно и то же эру и это бог который меня видит его и этот бог который является моим пастырем господь пастырь мой и что интересно что на еврите как будто она созвучно но функционально они имеют значение которое важно суммировать из присоединить вместе бог всевидящий путеводитель своего народа как пастырь направляет нас к нашему призванию у бога и заинтересованность в том чтобы потяну взять нас туда где его призвание он нас видит он и направляет как пастырь мысль очень проста бог видит нас с вами наблюдает не для того чтобы наказать за всякие проделки как многие думают так но так как бог есть любовь и видит нас через любовь своего сына человек человечеству он как пастырь ищет и направляет нас на стезе праведности ради имени своего бог он видит бог он знает бог он направляет и все таки давайте подумаем и вспомнил я знаю что многие люди уже сегодня очень грамотные они скажут но все таки интересно когда же это имя первый раз мы услышали в писании в торе да именно мы можем почитать об этом чуть попозже но знаете это бытие 16 главам это история одной женщины по имени агарь которая родила аврааму сына по имени ишмаэль или измаил последствии ставший отцом арабского населения хотя все мусульмане признают его своим отцом но не все мусульмане арабы но он стал отцом арабского части полуострова и мы видим здесь бытие 16 глава буду читать и вот что произошло авраам сказал сары вот служанка твоя в твоих руках дело с ней что тебе угодно и сара стала притеснять ее ас мы понимаем что из это отрывка агарь она убежала от нее нашел ее ангел господин у источника воды пустыни у источника на дороге к сур и и сказал ей ангел господин агарь служанка сары на из подозрительных знаков и будто он кричал и надел так строго с ней общался и дальше он говорит откуда ты пришла и куда идешь она сказала я бегу от лица сары госпожи своей следующий стих очень важным ангел господин сказал ей возвратись госпоже своей и покорись ей и сказал я господин ангел господин умножая умножу потомство твое так что нельзя будет исчезли его от множества еще сказал я ангел господин вот ты беременна родишь сына наречешь ему имя ишмаэль ибо услышал господь страдание твое он будет между людьми как дикий осел руки его на всех и руки всех на не на него жить будет он перед лицем всех братьев своих и нарекла агарь господа который говорил с ней с ним именем вот первый раз агарь это египтянка дает богу имя который стоит для нас очень важным нашей жизни повседневной жизни ты бог видящий меня ибо сказала она точно я видела здесь след видящего меня а ты видишь следы того кто видит тебя видишь ли того кто рядом с тобой еще говорит я не оставлю тебя не покину видишь ли ты следы того кто рядом возле тебя говорил с тобою и видит тебя по всему источник ток тот назвал бэр лаха рой и ишмаэл что значит ишмаэль буквально перед его перевод это да услышит бог если ты кричишь ты можешь кричать богу давайте сделаем краткий такой пролог что происходило авраам получил откровение от бога уйти с ура халдейского ставить свой народ свою семью идти в землю которую он покажет ему и даст ему в наследие и он пошел туда вот в свое наследие когда ему исполнилось примерно 75 лет ему было 75 лет когда он пошел искать свое счастье с каждый хочет иметь кусочек земли иметь свое счастье и у него конечно же был его багаж это его семья это его отношения это его племянник и так далее и тому подобное между сара и авраамом разница примерно в 9 10 лет это означает что саре тогда было 66 и она они получили откровение откровение о земле откровение о детях а откровение на именно о наследии после 10 лет стараний иметь это наследие которое бог обещал да они потеряли всю надежду что вообще божьи обетования когда-нибудь сбываются мы идут до 5 минут которые мы хотим получить божьи в откровение и через пять минут полу их из чтобы они исполнились а люди получили откровение 10 лет ждали я понимаю что это полнейшее разочарование сара потерял потеряла всю надежду она раздавлена разбита всеми обещаемым бога которые авраам передает ей не надеюсь ни на что хотя ангел господин потом и явился ассаре и тут сару как говорят понесло да и понеслась душа в рай грандиозная идея пришла ей в голову я думаю это первая такая идея суррогатного материнства мне пришло в голову и как раз кстати молодая служанка агарь в помощь вот смотрите но сара жена авраамова не рождала ему у ней было у нее была служанка египтянка именем агарь сказала сара авраама вот господь заключил чрево моё чтобы мне не рождать войди же к служанке моей может быть я буду иметь детей от нее авраам послушался слов сары хороший муж взяла сара жена авраама служанку свою египтянку агарь по истечении 10 лет бывания авраама земле хананской и дала им ее аврааму мужа своему в жены жену да и он вошел к гарри пока на сегодняшний день вот этой в этом месте писания планы сары неплохо сбывались но это были сарыны планы план сары не удался это не был божий план по человеческий сару можно понять как и всех нас мы поступаем не надо спеша перед нашим вот призванием перед нашим откровением бог нам дал мы хотим его быстро исполнить да и вот можно понять что сара и авраам они пытались поторопить то обещание которое бог дал возможно не через сара возможно через агарь возможность здесь а может это возможно вообще знаете такие вот моменты приходит иногда как по украински звучит терпеть оперва все до терпение закончилось нужно что-то делать нужно спасать ситуацию потому что нам уже так много лет спло и пустились во все крайности как выйти из положения и ускорить божий план не знаю но что происходило но все что там произошло повлияло на ход событий всей истории человечества написано что вошел к гарри и она зачала увидев же что зачала она стала презирать госпожу свою очень интересно сарен план она мама вынасывает сарен план и еще ко всему она начала презирать сару за ее план и сказала сара аврааму в обиде моей ты виновен секундочку все планы вроде бы сарены она сама дала служанку жены и потом подожди секунду все чтобы с вами происходит ты виноват она отдала служанку мою в недр твою я отдала и она увидев что зачала стала презирать меня господь пусть будет судьей между мною между тобой авраам сказал саре вот служанка твоя в твоих руках дело с ней что тебе угодно сара стала обвинять авраама за провал своего идеального счастья она имела план авраам при этом почему-то виноват я бы хотел конечно это совсем другая история говорить в семейных отношениях для этого нужно вообще консультирование и темы на консультировать но все же авраам делает то что каждый мужчина делает он говорит да дорогая был неправ но здесь в дело не в не во мне а в тебе эта служанка твоя делать не что хочешь не жена на мне больше не жена видите выход очень простой она стала в ее презирать но вернемся к гарри хотя у многих верующих христиан к ней очень негативное отношение все же что с ней произошло потому что бог оба к ней обратился и это была первая встреча ангела да и не еврейки был человека который из египта человеческая природа нашего падшего человека просто подумай думая своем из избранной и благонадежно потому что сара доверяла ей понимаете да чтобы дать служанку в жены надо было очень много доверия за 10 лет я думаю что это произошло хорошее от верной и любимой к отвергнутой и нежелаемой очень часто люди так переживают ты долго служил ты долго был доверие ты долго делал одно другое тебе доверяли и вдруг что-то происходит и ты от избранной или избранного превращаешься в нежеланного человека это был самый нежеланный день жизни агаре самый тяжелый же день она не себе представить такого не могла хотя у многих из нас такие дни превращаются в недели а месяц карантином в довольно жесткие отношения между людьми но это друзья называется простой жизнью каждодневной жизнью мы скажем добро пожаловать в божью семью потому что авраам и сара были божья семья который было обещано не только земля а еще и наследие из которого бубок дать миру спасителя и искупителя обетование которое мы переживаем которое бог дает не делают нашу жизнь легкой друзья мы думаем что если бог сказал как бог сказал бог взял твой бог и дал да бог сказал значит он должен все это красиво поднести чтобы это было легко не напрягаясь и чтобы этот крест моей жизни меня не сломал я еще раз повторю обетование которое бог дал твою жизнь не делают вашу жизнь легкой но наоборот жизнь начинает бросать нам вызов веры где бог видит нас победителями в обстоятельств которые мы преодолеваем мы не только это передаваем но и теперь во времена коронавируса да мы продвигаем наше призвание к той цели когда мы будем свободны встречаться делать работать я хочу сказать тем кто так сильно страдают в том что они не служат друзья я надеюсь что после коронавируса после когда снимут карантин мы все будем достойно служить и двигаться к своему призванию где бы мы ни были что же пережила агарь ведь начиналось все так хорошо все прекрасно она переживала чувство в таком при и преемственности и она часть семьи и вдруг поворот разворот можно сказать от благорасположения к отчаянию от того что ее вытолкнули как много из нас могут почувствовать себя такой же кто из вас друзья уже будучи в карантине да вы рассудили своей жизнью и считайте что где-то вот похоже на агарь и возможно в эти полтора месяца карантина плюс еще три недели у нас появится очень много чувств других как много из нас были на ее месте не только в повседневной жизни когда кто-то тебя преследует или твоя свекровь или теща и так далее или ты друзья но и так же и в духовном смысле единственное решение которое она предпринимает это убежать скрыться потеряться от этого состояния как многие люди делают закрываются уходят меня не трогайте меня не знаете забудьте мое имя я никто и не звать меня никак потому что в один день я сильно любили и одеть доверяли а в другой день ненавидят и притесняют конечно вы скажете но глупая девушка но должна была догадаться она сама виновата можете сказать но так бывает у людей до типа того чем же тогда она вина виновата в чем ее вина гордость материнства каждая женщина она гордится своей беременностью быть матерью очень хочется да в этом ее вина возможно но каждый хотел и сара тоже хотела гордость вы нашего чужое видение как многое из верующих людей носят и вынашивают чье-то видение чем вина гордость доверия кто из нас не был на том месте где благ агарь конечно же можно сказать как ангел господин говорит служанка сарина откуда ты пришла и куда ты идешь она сказала я бегу от лица сары госпожи моей вот здесь маленькая остановка друзья послушайте вопрос откуда ты пришла почему ангел господин зная все что происходит не не сказал чё ты отца разбежишь а вопрос очень удивительный потому что он связан с некоторым контентством которые мы прошли буквально несколько недель назад откуда ты пришла такое чувство вопрос не почему ты бежишь откуда ты пришла наверно вопрос намного глубже который касается и нашего состояния как состояние агаре если немного размыслить этот вопрос через и посмотрите через призму библейского языка это напоминает нам вопрос откуда ты идешь так это связано это с местом побега напрямую это связано с египтом когда бог вы выводил народ свой из дома рабства агарь была египтянкой и и с странствование сарой ознаменовала выход из египта всех других народов с евреями во время пасаха удивительно вопрос откуда ты пришла потому что кульминация исхода из дома рабства это вершина всего иудейского формирования жизни потому что наши наши шабаты наша эра в шабаты и когда мы дома себя празднуем мы напоминаем себе что мы были рабами мы вышли из египта и мы свободны в еще миссии люди потому что ешуа является нашим шаббатом нашим исходом нашим песохом мы должны помнить где мы были и куда мы идем исход 23 глава 15 стих наблюдать праздника праздника всем дней ешь праздник хлеб как я повелел тебе назначенное время мисс ави авива ибо в оонный ты вышел из египта и пусть не является при лице моем пустыми руками контексте этой идеи пасхального исхода из дома рабства стоит посмотреть на вопроса гарри и смысл вопроса не в том откуда ты сбежала но от куда бы ты шла куда ты идешь значение здесь очень важная и севрита означает ты в должен ты вышла оттуда зачем тебе возвращаться обратно я думаю что я не запутал вас но чтобы объяснить каким-то очень правильным образом я вам попытаюсь вопрос весьма таинственный к гарри откуда ты идешь вы должны понять это я вообще как о чем я говорю если мы мы либо и спросите меня если вы меня спросите откуда я приехал то я отвечу вам что я пролетел из соединенных штатов но если вы спросите меня откуда ты вообще здесь взялся дружи откуда ты взялся тогда вы услышите совсем другую историю надеюсь вы понимаете откуда я прилетел или куда при пришел ну приехал я вам скажу но откуда я пришел откуда я не шел совсем другая история я бы вам рассказал с истории обращение моей прабабки ее сыновей одним из которых был моим дедом я бы рассказал о маме которая сбежала от религиозного консерватизма во львов на учебу и встретила моего отца я бы рассказал вам о мальчике и родившейся в этой советской семье который которого дед купал молясь о божьем избрании и рассказал бы вам о подростке который засыпал на собрании подпольной общины и в то же время пытался быть профессиональным спортсменом и рассказал бы вам о сверхъестественных событиях и чудесах и о боге который хранил его от смерти избрали и избрали и в избрании и давал ему свое предозначение и рассказал вам о том что тот парень садилась прекрасную девушку женился и рассказал бы об эмиграции это что у них есть три сына и один внук как бог делал чудеса с ними я бы рассказал как бог помогал ему в эти сверхъестественное признание признание предозначение как бог сверхъестественно прикасался к нему в мессианской общине когда он первый раз ступил туда со слезами умиление стоял перед богом а его же еврейская жена согласилась приехать обратно страну где он вырос но это же другая история я бы рассказал бы что без этой прекрасной помощницы ничего бы не было тут в одессе вот чтобы я рассказал вам откуда я пришел ишуа это причина нашего возвращения к богу нашего возвращения богу наш песок и подобно как равша ул павел кифа андрея ханан и другие призванные мессии к новой жизни они получили свободу и совершили свой песок страдая за веру они им не имели ни малейшего желания возвращения в дом рабства в дом мертвой религии и обрядностей действительно они терпели побои надругательство унижение изгнание они знали в кого они уверовали и кому они проповедовали это наш якорь ишуа является нашим основанием нашего спасения я надеюсь вы скажете аминь своих домах агарь была египтянкой которая была дана фараоном саре когда забрал как фараон забрал сару к себе во дворец я не буду читать все истории которые написаны быть и 12 глава но мы помним что авраам пришел в египет и кай увидев сару фараон взял ее в свой дворец и бог ударами написано господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за сару жену авраама и когда тот осознал он пришел к авраам и сказал что ты со мной сделать до чего ты мне сказал что она твоя не то сестра не жена и вот здесь вот ситуация очень интересна потому что а фараон выталкивает то есть выгоняет авраама и сару и с этим изгнанием да будет бери все и в придачу он дал саре египтянку с ее слугу слугу пора он ради избавления от поражения язвами дал аврааму выбор конечно авраам стал богатым человеком выйдя из египта как повторяющийся есть свой народ он выходил израиль выходил из египта тоже получил много подарков но только подумайте о девушке которая служила саре подумайте что она получила она была подарена добыл подарок она пола избежала поражение в египте став часть доверенного лица в семье авраама в этот момент авраам стал влиятельным человеком но вопрос откуда ты вышел сегодня вопрос бог задает тебе и мне откуда ты вышел от каких обстоятельств тебя избавил бог и избавляет на сегодняшний день возможно у тебя жизненный кризис и у тебя просто дома кошмар от коронавируса и ты просто чувствуешь что ухудшается твои отношения с богом а когда идет прессинг когда такие обстоятельства как как карантин она проявляет сущность человека и ты думаешь боже неужели я еще остаюсь верующим при таких обстоятельствах может и потихоньку так уходишь от бога наслушался всяких историй возможно тебя на самом деле пугает коронавирус возможно заботы этого мира отягощает тебя от и призвания которое ты имеешь подумай еще раз над этим вопросом и посмотри куда ты пришел где ты потому что вопрос задается агаре а куда ты идешь откуда ты идешь и куда ты идешь биби нам указывает место откуда и куда она и шла это сур это в немножко так северо-запад близ на границе с египтом но в египте ее никто не знал не ждал в египте ее никто не ждал возможно там родители были я не знаю потому что когда ее подарили за не забыли когда стал частью другой семьи тебя они ждут там где дом рабства где дом позора возможно нужно подумать и об этом но все таки там никто ее не ждал ты думаешь тебя ждут там где откуда ты вышел на вряд ли посмотрите мать арабского народа еще до сотни лет до исхода израильтян из египта возвращается туда где нет божьего благоволения туда бог ее не посылал и самое интересное что бог говорит но ты должен должна вернуться к саре и подчиниться там тебе не рады друзья если вы думаете каким-то образом после канала веса начать загульную жизнь вернуться туда где ты находился в этом доме доме то это вашей общине церкви в доме ваш домашних группах вас обидели что-то сказали может быть не доверили вы обижены и думаете все по уйду и на этом конец вас там никто не ждет и бог сегодня обращается к многим из нас и говорит тебе нужно вернуться обратно притча 29 без откровения свыше народ не обузан а соблюдающий закон блажен если нет откровения куда ты идешь это ты начинаешь потихоньку уходить в дебри эти дебри опасны без откровения нет надежды а без надежды нет целей когда мы все это теряем мы склонны вернуться обратно в египет не нужно друзья такие прошу вас не нужно братья филиппинцам 3 глава я не почитаю за достигшим а только забывая задние простираюсь вперед стремлюсь к цели к почести высшего звания божия вешула миссии каждый имеет божье призвание каждый из нас каждый из нас имеет божье призвание еще до нашего рождения бог уже знал совершенстве наши имена и когда он хочет нас привести бог видит богу готовы для нас наше призвание просто подумайте что вы будете делать когда придет свобода от карантина куда вы будете стремиться что вы будете делать чем будете дорожить бог ищет того кто построить стену не строит проблемы но с построить стену чтобы сделать одно целое объединится с людьми не строить самыми самим камень из камня стоять вместе с людьми имеющий вообще свое состояние сложно когда люди разные но бог призывает нам стоять как камни живые говорить о боге и созидать эту стену найдите свое место в боге где вы будете иметь видение от бога ну конечно же карантин не должен быть помехой там где есть видение есть и надежда а надежда не постыжает когда она держится якорем за миссию они не на земные какие-то основы ага потеряла свое видение а бог указывает на ее призвание потому что ангел господин дальше говорит многие вещи я уже буду дальше заканчивать мы будем говорить что газ ангел господин сказал ей возвратись госпоже своей и покорись в этом может быть и секрет секрет нашей жизни что стоит вернуться в дом где тебя унизили где мы возможно с тобой нечестно поступили нам нужно друзья быть видение божьим нам нужно понять что бог видит нас каждого и мы здесь на том месте ваших квартирах дома где вы не были мы с вами проходим нелегкое время пригруженные проблемами возможно нерешаемыми со своими силами проблемы они всегда будут возможно эти проблемы невыносимы но знайте вам нужно вложить это ваше сердце что бог видит каждого из нас он проводит как пастырь нас через долину смертной тени ищет у нас каждого ищет чтобы мы построили и созидали стену единства вокруг семьи они одиночества не египет а дом авраама дом молитвы для всех народов мы одно целое и сегодня бог желает утешить вас словами которые он оставил для агаре слова которые он говорит для агаре касается тебя и я господь который видит тебя в твоем карантине возможно в твоем ограничении что можно сделать я же прочитал зикиля он ищет он умоляет просит человека встать в пролом там где враг сделал брешь стать перед ним чтобы быть ходатай им быть делателем быть тем кто надеется на него сегодня бог призывает и надеется что после того как ты восстановишь эту стену ты останешься на ней этой стене и будешь славить и благодарить его ты будешь отвечать о боге как написано это писание 62 6 на стенах твоих иерусалим или где бы ты ни был я поставил своих сторожей а это значит он нашел тебя он призвал тебя он обновил тебя и возможно сказал тебе вернись агарь агарь я вижу тебя через что ты прошла через что ты проходишь откуда ты пришла ты помнишь что в египте тебя никто не ждет не нужно туда возвращаться но пойди 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 обратно божью семью где есть обетование а в этой семье ты поймешь что там твое место и она сказала точно я видела здесь лет видящего меня видишь ли ты те следы мессии рядом с тобой который ведет с тобой рядом и возможно он несет тебя в этих трудных переживаемых обстоятельствах а он говорит не возвращайся в египет иди в семью и даже если там плохо возможно ты опять сети с глазами с этими людьми которые тебя унизили перестали доверять смирись 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 иди потому что там благоволение еще я благодарен тебе на то что ты есть бог который видит ты возрел на эту жертву голгофы видя своего сына ты дал милость и благодать и даже он в это время сказал почему ты оставил меня но через эту смерть и воскресение из мертвых ты дал нам надежду побеждать а не быть побежденным проходить трудности а не быть пораженным не погибать но жить и в эти времена когда нам сложно и нашего карантина и хочется сделать что-то необдуманное Бог сегодня обращается и говорит я вижу я вижу видишь ли ты к чему я тебя призвал я ищу чтобы ты стал в проломе и та брешь которая была разорвана разбита молитва ходатайство добрые дела быть дружелюбными быть семьёй где-то разбито враг разбил община церковь проснись встань на эту брешь чтобы я мог исцелить твою землю надеюсь он нашел тебя надеюсь ты ободрит надеюсь ты вернулся во имя ищу я в господи благодарю может сегодня смотрит нас отступник агарь убежала может как и ты и бог говорит сын мой дочь моя я люблю тебя вернись в дом отца своего вернись в объятья возможно вы никогда не видят не знали бога не чувствовали его хотите покаяться просто скажите отче я устала только от коронавируса это изоляции и карантина я устала же по жизни я не знаю что делать дай мне надежду выведи меня из египта веди мне в семью где мне будут доверять и я буду обновлен твою семью и возможно в этой семье не все идеально но я хочу быть в этом месте аба я молюсь за тех кто смотрит нас и с надеждой получить исцеление ты исцеляешь не мы мы только молимся мы мы сегодня присоединяемся к тем нуждам которые мы не слышим но ты знаешь боже я прошу тебя во имя сына твоего ранами которыми все мы исцелились его именем исцели те кто болеют от рака головных мигрений от сколиоза выпрямляя спины от артритов от недостаточных ситуаций которые в почках в сердце может быть печень кто-то болен гепатитом Господи так много молодых людей болеющих во имя Иисуса заряда прикоснись и исцеление гепатита мы в это время прославим ему он достоин он достоин вместе со мной после их молитвы моей молитвы арона я прошу чтобы мы присоединились к хвале поклонения и 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 Машия, Машия, Пентавие.